привет мои дорогие сегодня мы гуляем по краснодару погода хорошая я хотела ответить на письма подписчикам вот так вот я дожилась до того что у меня уже пошли подписчики и начали мне писать что мне очень приятно переходим на руку пришло два письма на самом деле пришло 3 до этого были еще под письма поддержку против водичева я их не считаю большое спасибо всем кто написал поддержал меня в этой нелегкой борьбе ну не в этом дело на стрим зашел парень из дала сам зовут его алекс но по крайней мере он так представился что он алекс и он сказал что собираются уезжать из дала сах россию и просил советы по кое-каким финансовым вопросам которые я решила ответить на которые решила ответить в этом видео потому что параллельно пришел за пришло сообщение с девочки с моего форума не забывайте что у нас есть я хозяйка форума русскоязычных женщин сша называется тут не там точка кум заходить из россии только через в пен вот я начну с ее письма вот нет на форуме все-таки назову я не думаю что это большой секрет то есть я наверно все знают здравствуйте юлия извините что беспокоил вас знаю что вы очень заняты уже довольно таки из давних пор задумываюсь о возвращении ищу единомышленников даже вступила в две группы о возвращении но там глухо не знаю чего начать мне а много вопросов пытались на них найти ответы меня зовут так то живу семьей в оригоне почти 19 лет я нахожусь на вашем форуме тут не там давно по никому русниках брусника привет дорогая но пишу мало читаю в основном также была подписана на форум привет и подписана на ваш youtube канал чтобы вы посоветовали откуда начать что делать то есть я так понимаю что брусника хочет переехать из в оригона который довольно ребят либеральный штат назад россию это письмо номер один сейчас вам зачитаю письмо номер два от алекс от алекса из далласа так секундочку сейчас надо открыть а значит он во первых на форуме мне написал и на форуме зайти на стриме он мне написал что он же выдалась и хочет вернуться в россию я ему сказала чтобы он написал мне на e-mail что он сделал он написал и я спросила его не забудьте кстати что пока под каждым видео описание каждого видео у меня есть мои контакты если телеграмм где можно мне написать и есть мой mail так вот алекс пишет что меня интересует переезд россию поиск работы смысл оставления счетов и прочее в техасе налоги при выезде сша последствия то есть я так понимаю что он алекс пытается разобраться что какие будут последствия что нужно делать если вы как бы плотно живете сша а я не помню упомянул сколько лет он прожил по моему тоже что-то около но больше десяти лет точно он прожил и он именно из далласа из моего города да где моя семья живет и где я прожила 20 лет практически так мы с чего начать давайте начну наверное с ответа алексу а потом уже отвечу на вопрос брусники с чего начать может быть отвечая на вопросы алекса она как бы сама поймет что нужно делать значит по поводу переезда в россии ну начинать надо наверно с гражданства да то есть если она у вас то два варианта даже я хочу сказать что если у вас его нет вам наверно будет проще переехать в том плане что если у вас гражданство сохранилось вам нужно естественно обновить паспорт удивиться что вас паспорт действителен российский заграничный паспорт внутреннего если у вас есть ничего страшного могу очень легко и быстро получите когда уже приедете россию вот значит если семья если у вас семья американская то есть у мужа муж-американец дети это уже допустим рождены там и допустим нет гражданства то вам нужно будет для них сделать визу а несмотря на кучу разных сплетен вот девчонки несмотря на кучу разных сплетен в интернете западных средств основном что американцев не пускают в россию или иногда не дают визы или это будет сложно их получить и вы туда не приедете это все абсолютно неправда виза легко получать а вот и если ваш паспорт просрочен российские то вам нужно будет проходить через процедуру подтверждения гражданства это делается также в консульстве говорить говорили что два-три месяца займет заняло уже быть две недели максимума и дочки подтверждали то что у нее паспорт был просрочен вот по поводу визы мужу берите по приглашению это самый лучший вариант он удается ну типа как правят виза считается не туристическая а правят виза то есть вы даже сама как гражданка россии если вас паспорт действительно вы можете сделать ему ну приглашение то есть я как мать например могла бы сделать приглашение своему сыну или своему мужу то есть и как жена а я тут уже не знала я думала что должен кто-то из россии то есть допустим который находится в россии делать но фьюстоне в консульстве мне сказали что не обязательно было терпить моих родственников брать приглашение у них можно было совершенно спокойно не там мойка гражданки россии сделать это приглашение форму легко ищется в интернете по моему даже есть подобная форма образец на сайте консульства поскольку поток из-за своего американца в россии сократился то записаться консульств сейчас очень легко и очень быстро то есть если раньше чтобы за любым документом консульства нужно было записывать паспорт помню меняла а 42 года надо было чуть ли не за месяц период записываться сейчас связь тем что видимо поток иностранцев несколько иссяк записаться можно было практически чуть ли не в тот же самый день очень быстро это мне за него записаться я по-моему на этой же на той же самой неделе записывалась дочки вот это вот гражданство подавала нужно подавать по доверенности доверенность можно сделать в любом вашем банке бесплатно заверить подпись и на визу на подачу визы если ваш муж не может поехать или если вы ребенку делаете ваш ребенок не может поехать например можете написать что сын находится на занятиях колледжа не может приехать и он пишет там тоже есть форма в интернете легко можно найти что я доверяю допустим моей маме привести документы консульства связи с тем что я не могу приехать и потому что у меня там допустим занятия какие-то там события происходит в жизни то есть вы когда же до такой степени дошли что консульстве очень помогают для нас граждан лишь бы только и мне даже позвонили из консульства сказали приезжайте не тяните резину я говорю у меня вот сын не может приехать или там дочка не может они сказали вот возьмите доверенность и приезжайте вообще никаких проблем а я говорю но у меня вот и сына надо было мультивизу и дочки допустим надо было гражданство вот это вот подтверждать сразу берите все в один пакет в одним флаконом как лица все сделаете в один флакон я как бы съездила все сделала консульство сейчас работает просто потрясающе очередей нет легко записываться сделать что вам нужно так это значит раз второе вы должны определиться что собираетесь делать в россии если у вас там родственники то есть как бы ответить не сложно на такие вопросы без подробности поэтому я предложила ребятам допустим записать интервью в скайпе если бы мы были в скайпе то я бы сразу задавала вопросы встречные то есть вы едете в россию если у вас там семья кто-то вас живет какой город вы выбираете связи с чем да то есть у меня вообще не стоял если семья краснодаре меня все друзья краснодаре я училась выросла родилась краснодаре поколение моей семьи по всему краснодарскому краю с казачества еще я уже говорила что на там они у меня если зайти на кладбище то по моей отцовской линии все казаки лежат на кладбище на хуторе не буду говорить на каком меня водили с самого детства еще раз трех лет меня брали на кладбище вот и там очень много у нас родственников званиями и саула под ясамула в таманского кубанского казачьего войска похоронены еще там 700 800 году поэтому я свои корни знаю вариант дальше идем значит финансы ночи начнем с визы до 2 вариант если у вас паспорт экспорту паспорт вас уже не действительно российский или вы вообще уезжали на помыше и отказывались от гражданства паспорта как бы гражданство российского допустим у вас нет может быть был там ссср и в российское гражданство вы не переходили то у вас как бы даже лучше возможности да там без программа по воссоединению соотечественников сейчас для соотечественников которые отказались от своего гражданства кучу будут им там и землю какую-то дают и поездки билеты оплачивают и переезд оплачивают и контейнер оплачивают и растаможку оплачивают это только если вы граждане страны вам ничего не будет если вы говорится отказались от гражданства россии у вас сами за скрытыми объятиями приглашают обратно со всякими плюшками об этом много говорит валера на канале из лас-вегаса он жалуется по этому поводу все время но как бы я присоединяюсь он прав а нам я ничего не прошу нового факт как бы есть факт что те кто сохранил гражданство и возвращаются помощи никакой а те кто гражданство не взял с российская не входил гражданство после ссср то они получают кучу разных плюшек он тут на углу красно-северная всегда движуха народа много и музыка орет так что переходим потихонечку тут с этой музыкой потом придется вырезать потому что youtube сразу на эту музыку которую они поют копирать на лужах это у нас лица нельзя даже мимо пройти если попадают в кадр музыка много народу потеплела я 11 тепла сипа вылезали так но это значит а дальше значит он говорит александ переезд россии поиск работы но про переезд я как бы сказала по документам по поводу как приезжайте варианты пока что одни и те же если вы едете в южные штаты в южные регионы россии то вам через турцию в основном самый вариант а даллас вообще прямой рейс в истамбул истамбул то есть летите из даллас астамбул прекрасно посмотрите на моем видео на моем канале видео как лететь из даллас астамбул нам нужно выходить из аэропорта брать визу американским гражданам и получать багаж поэтому я на этом не буду останавливаться видео целое про валют пар получения багажа так далее есть я когда уже летела у нас совсем я везла с собой 4 чемодана рюкзак и две сумки вот и там я рассказываю подробно как в аэропорту грабят турки в плане каждого чемодана и что вам нужно делать чтобы не попасть на большие деньги в турции дальше поиск работы значит смотрите ну во первых когда приедете в краснодар или допустим москву куда вы там едете определитесь квартирой квартира самом центре на комнатной краснодаре стоит где-то в районе 400 от 400 до 500 долларов квартиры здесь идут с мебелью не так сдаются как в сша что квартиры пустые здесь квартиры идут мобилированные то есть не только на альбин бей которые там допустим на один день на два дня там на неделю даже если берете на долгосрока после заключаете контракт на год то квартиры меблированные то есть все что вам нужно включая фен для волос утюг кофеварка микроволновка стиралки все включено все то есть ложки вилки стакана и все что угодно уже все есть вам ничего не нужно покупать докупать и даже мне даже мне предложили там новое одеяло новую подушку новый матрас он раз был новый я купила сама на матрасик мне еще хозяйка вернула деньги за матрасик кавер на матрас потом я сама себе уже купила по выбору какие я хотела себе подушки постельное белье мелочи скажем так да в основном все предоставлено было хозяйкой то есть и бокалы для вина и всякие там для чая ложки вилки кастрюли все полностью то есть как вот выбор бенды если бы ехали тут они также сдают на long term то есть на год допустим контракт я подписала ногу потому что я уже знала что буду брать новостройки квартиру и мне все равно придется как минимум год сидеть пока ее дострою потом еще нужно будет же делать дизайн ремонт квартир так что еще но если вы моску летите то вообще еще проще то есть вы летите турецкими линиями до стамбула а дальше там у москва почему проще потому что краснодар самолет не летает и за близости к фронту поэтому мы вылетим из истамбула в сочи а из очень и 45 часов мы едем на ласточки на этот самый зёбры город развлекает детей зёбрами они почти все время в этом месте тасуются политехнический технический инскитут красавчик это называется по-моему технологический университет когда я училась в кубанском госуниверситете все остальные заведения были инскитутами только один был университет это было круто потому что мы учились в университете а все остальные учились в инскитутах а теперь понимаете все университеты сельхоз инскитут стал банским аграрным университетом наше политех политехнический инскитут стал соответственно технический технологическим университетом и так далее внутрь эти кролики какие халюсинки сейчас я вам покажу сидит как у ленте какие классные на весна весну по вылазили народ их вынес видимо погулять на свежем воздухе я не знаю что дают их эти кроликов кролики это не только цеными так продолжаем дальше итак значит про полет я вам рассказала там еще куча вариантов еще кто летит в москву в питер у них через сербские линии сербы вроде бы тоже запустили линии и можно лететь из сша в сербию белгород а из белгорода уже москва питер им проще а нам-то лучше турецким южным потому что как бы смысл нам лететь москву нам надо лететь поближе краснодару самолет краса над как я сказала не летает потому что считают что вот эти всякие плохие эти самые ябросов делают они могут достать до самолетов который Bernos близко находится по моему просто даже не знакомого стаж тоже не летают на полкоград это и в минводы ли также бизнес в принципе тоже нормально ласточки довольно комфортабельно но поезда надо брать фирменные Если брать обычный поезд, не фирменный, то я бы не сказала, что он такой классный А фирменный поезд классный Что дальше? Поиск работы Значит, вот вы приехали, сняли квартиру, квартиру снимаете на Авито Есть такой сайт, называется Авито и есть сайт, называется ЦИАН Ну .ру, соответственно, приложение Скачаете себе Авито и можете уже напрямую даже с людьми, которые сдают, общаться То есть я заключила договор, я еще в США была Но у меня, не забудьте, у меня уже была карточка здесь открыта В Сбербанке, я могла уже депозит послать, задаток Если у вас нет, но у вас есть родственники, они могут послать Потому что со своей американского банка из карточки вы, естественно, ничего никуда не отправите То есть нужно либо там, чтобы родственники дали свою карточку, либо они за вас прислали перевод А если вы уже были в России, допустим Ну, то есть, опять-таки, если вы еще не ездили, а вы хотите уже переезжать То я вам советую начать с того, чтобы съездить сначала То есть возьмите отпуск на месяц, лучше на полтора И приедьте, вот сейчас весна будет идеальный вариант То есть, например, в начале мая приедьте, будет уже начнутся фрукты всякие На Кубани уже там, к сергине мая уже там пойдет и черешня, клубника свежая Вот, свежачок И, в общем, отъедитесь фруктами, просто вспомните вкус настоящей клубники и настоящей черешни, которые в США уже это вообще просто издевательство Оно уже не пахнет и вкуса никакого не дошествует органик Это все равно там оно уже вообще близко не то, что настоящая клубника У нас здесь фермеры прям высаживают полями эти клубники, люди ходят, бедрами собирают Также черешню, если дома вы спокойно наберете себе Ну, также привозят с Абхазии очень много Тоже все органик В общем, я рекомендую ехать весной идеально Погода здесь как раз классная, не жарко и не холодно То есть, вот, едьте, ну, или едьте в июне, потому что в Техасе уже все равно слишком жарко Невозможно на улицу выйти А июнь здесь еще был вообще отличный То есть, ночью было плюс 16, а днем было 25-27 Июнь прекрасно, даже до начала июля можно было спать с открытыми окнами ночью в Краснодаре Вот так вот, такое лето в Техасе, ты уже свалишься в это время, в июле А в Чокницу уже можно на улицу уже не выйти, во всяком случае Только после заката солнца Так, дальше Значит, ну вот вы приехали, обосновались Бегите сразу, переоткрывайте себе документы Ну, паспорт внутренний получайте, если он у вас истек На основании заграничного Сейчас тоже проблем нет Госуслуги Госуслуги вы можете себе закачать уже на основании своего заграничного паспорта То есть, закачайте себе госуслуги уже сейчас Чтобы они у вас были на телефоне Ну, хотя они у вас будут на американском телефоне Лучше, конечно, когда вы приедете в Россию, купите уже российский телефон Ну, как российский Может быть, конечно, китайский телефон Но вы его получите российский номер на него Как только вы получите российский номер То закачайте тогда на этот телефон с российским номером госуслуги И там уже в эти госуслуги вы уже будете все свои остальные документы Отслеживать, прослеживать и делать аппоинтменты на разные процедуры То есть, в пенсионы, возможно, придется сходить Это можно тоже назначить время через госуслуги Потом банк Все банки в банк Сходите Сбербанк Единственный был банк, который мне открыл счет без прописки Вот, то есть просто по внутреннему российскому паспорту Как только я получила паспорт Я буквально забрала его с паспорта Я тут же зашла в Сбербанк И по свежему паспорту, выданному в тот же самый день Мне открыли счет И мало того, что мне открыли дебетный счет Мне еще открыли кредитку Кредитка у меня была первая на 20 тысяч рублей Это 200 долларов Но потом, поскольку я платила за телефон регулярно И они поняли И выплачивала свой кредит А, еще знаете что? Эта кредитка хорошо подключить ее сразу к Яндекс.Такси И платить этой кредиткой за Яндекс.Такси В общем, у меня три месяца побывала эта кредитка Они мне повысили кредит с 20 тысяч рублей С 160 тысяч рублей Это 1600 долларов Это можно два месяца жить в России Найти деньги элементарно То есть это очень хорошая сумма И у них идет тоже скидки Когда ты пользуешься их кредитной картой Как и в США То есть есть кэшбэк И есть разного рода Сберплюс Которые выдают вам всякого рода дискаунта Если вы пользуетесь их картой И накапливаются бонусы Я, кстати, накопила По-моему, кучу бонусов на Бургер Кинг Надо сходить это видео снять в Бургер Кинге И использовать заодно эти бонусы Как вариант Тоже играют на улице Так, а это рассказала Где квартиру снимать рассказала Так, это если вы будете снимать квартиру У вас нет родственников Где вы можете остановиться У родственников пожить И, допустим, вам тогда квартира вообще не нужна А в отеле можно остановиться Например, как только вы приехали Снеза в отеле В отеле в самом центре Краснодара Это бывший отель Intourist Нынче это Crown Plaza Ну, это считается одним из самых, как бы, ну, престижных мест Включая завтрак По-моему, около 50 долларов в сутки стоит номер Это лакшери отель Он с бассейном, сауной, со всеми делами Включая завтрак Завтрак, членский стол Ешь от пуза Там, начиная от борща кубанского Заканчивая каждый день кухней разных народов Ну, просто обалденно, настолько вкусно Туда, кстати, можно просто соедить, покушать По-моему, полторы тысячи рублей стоит сходить Заплатить и покушать там По-моему, с 8 утра до 11 утра Там, членский стол Вот Кстати, всем советую Если в Краснодаре сходите, покушайте, винтурист, обалдеть И сырнички, и блинчики, и борщики, и супчик Чего только нету Нужно просто объесться Очень вкусно все там готовят А если без завтрака, то 20, 36 36 тысяч рублей, да, 40 тысяч рублей Это без завтрака То есть Получается от 36 долларов до 40 долларов Без завтрака, за завтраком 50 При этом завтрак полторы тысячи То есть вам может быть даже брать без завтрака А потом просто отдельно завтрак покупать Каждое утро Дешевле будет Ну, или кушать вокруг тоже Еды полно в Краснодаре Какой хочешь Рестораны, кафе Америка не стояла близко По уровню По сервису По дизайну По декорациям По обслуживанию Качество еды Вкусовые качества Вообще Я даже не могу себе представить Если бы сейчас вернулась в Даллас Куда бы я захотела сейчас пойти покушать После Краснодара Никуда Потому что там Даже, ну, ничего близко Вкусного такого нет во всем Даллас И чтобы мне хотелось После Краснодарки Даже просто обычных кафешек Пойти в такие рестораны В Далласе поесть Ну, не говоря о том, что На рынках полно Всяких свежих продуктов Которые можно купить И готовить самим Ну, что я не делаю Что Шейман Мне, как говорится, позор мне Ну, знаете, такое все вкусно Наготовлено Зашел, купил с утром сырнички Там, вечером котлетки Как мыть куриные Единственный салат Я еще покупала Огурцы и помидоры И делаю Пирогический Огурный салат Вот Ну, не говоря уже о том Что меня вечно Мои подружки Кумовья Зовут То на борщ То на гуся То на утку То на курку В общем Если хочется домашнего Мне всегда Есть мои любимые подружки Которые Меня позовут В гости И накормят меня От пузеля Включая там Какую-нибудь еще запеканку Последний раз Кушали, ну, подружка И борщ И курочку В духовке И картошечку Какую-то домашнюю И салат И запеканку И яблоки В духовке Зато это Тушеные Ну, так запеченные Обалдеть То есть Мне есть Депутация домашней Если что Так Поиск работы Это больная тема Во-первых Я записала целое видео По поводу поиска работы Даже два видео По поводу поиска работы И Как я вам сказала В итоге Даже несмотря Что у меня просто Огромный опыт Телекоммуникации В США Я работала В общем крутых фирмах У меня образование Американское Вот Здесь я думала Что мой опыт Корпоративный Очень будет востребован И так далее Несколько компаний Мне звонило Но работа была В Москве Вот Притом Как бы Если я сама Посылала Своё резюме Там допустим Билайн Или в МТС То есть Тоже Телекоммуникации Да Я кстати Резюме перевела На русский язык Все Оказалось Что подработаю В США На телекоммуникации Ну Ответа я не получила Не было ответ Что они рассматривают Резюме Не знаю Может быть Они не знают Что делать Такими как мы Они рассмотрят Это резюме Хотя Перегинул На русский язык И они не знают Что с нами Делать То есть Может они думают Нашу подработает Им не подходит Или Поскольку мы не работали На российском рынке Мы не знаем Нюансов Что тоже может быть Вот В Москву ехать Меня не заставите Вот у нас Уже почти лето Мы наверное на эти выходные Поедем в Геленджик На море гулять Там уже кстати В Геленджике уже Зацвели Деревья Да Уже там цветочки На персиках На всяких абрикосах Уже Деревья цветут Вот так Пока Вы там Субрубы Разгребаете У себя А в Тихасе Вообще погода С ума сошла Я смотрела вчера Там вообще Плюс 28 Плюс 30 На этой неделе Это вообще нормально Это Конец Еще не конец Февраля Уже 30 градусов Все эти Что там будет В июле В августе Я даже Даже думать не хочу Это просто Сидишь Три месяца Три-четыре месяца Начиная с мая Заканчивая Ну до октября Иногда даже До конца октября То есть пять месяцев Ты сидишь Буквально Не выходя из дома Выйти невозможно Температура за 40 Днем Зашкаливает То есть не погулять Ничего на улице Поделать Ну невозможно Очень жарко Так То есть климат Кэши Техасис ужасный Не ну приятно Наверное 28 градусов Сейчас иметь В феврале Но когда будет Извините Июль Август И будет По 50 То это будет Мало приятно Так дальше Значит Ну про поиск Обыто сказала Ну как сказала То есть Резюмы свои отправить Я не знаю В какой сфере Опять такие Вот если мы разговаривали С вами лично В скайпе Например То я бы за дополнительно Просто задала То есть в какой сфере Вы собираетесь искать Вон у нас Алекс Брежнев Дальнобойщик Так он вон вернулся В Канаду На этот На трак Обратно Вот Я в итоге Нашла в американской Компании Медицинские Переводчиками Кстати Сдала вчера Экзамен На сертификат Американских Переводчиков Жду результат Наверное Сегодня Получу результат Ну надеюсь Что сдала Надеюсь Вот вроде бы как Ничего такого Экстраординарного Не было Вот Мне попался Экзамен Там Между доктором Который Англоязычный Я думаю Что он был Англичанин Потому что Не американский Акцент Был А именно английский И Русскоязычный Переводчик Который Со стороны Пациента И у меня Была Сценка На тему Эпилепсии То есть Как будто Пациент У него Пристав был Эпилептический И она Рассказывает Доктору Уже В отделении Скорой помощи Как бы Что и как Разговор идет С доктором Ну как бы Не особо Так никакой Терминологии Такой не было Чтобы я Не понимала О чем речь Вадим Все перевела Достаточно быстро Посмотрим Надеюсь Что все прошло Вот То есть идеальный Был вариант Вам Если бы Вы продолжали Работать На американскую Компанию Если вы Там Айтишник Какой-нибудь И вы Живете В России И работаете На западную Компанию Это был бы Самый идеальный Вариант То есть Дистанционно Либо найти Тоже Но если будете Работать В Москве То там Наверное Вообще Никаких проблем Нет найти Работу Будете Ходить В офис Как бы Да Все В Харусандаре Ребята Сработай Сложно Ну как бы Я не смогла Найти Я уже Здесь Я приехала Октябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Четыре месяца Уже Конец Февраля Почти Пять месяцев Я здесь Я подавала Очень много Резюмей Туда-сюда На российских Сайтах Вот именно В корпоративный Мир Как бы Ничего Да Так Но опять Так Может быть Вы хотите Свой бизнес Может Вам Работа Как бы Не нужна Может Вы хотите Вобще Свой бизнес Открыть Что угодно Кафе Какой-то Парикмахерский Очень популярный Вот Может Вы хотите Вообще Заняться Там Сельским Хозяйством Купить себе Домик В деревне С гектаром Земли Каким-нибудь Выращивать Там Себе Что-нибудь Жить Как бы С этого Или сдавать В аренду То есть Очень много Людей Которые Краснодаре Я знаю У них Очень хороший Доход У них Куча Квартир Однокомнатных По всему Городу Они Берут На стадии Строительство Делывают Их И сдают Их В аренду Вот Как моя Хозяйка Например Которая Я ее Просто Обожаю Сашу Вот Она В общем Классная Вообще Такая Молодая Девушка Кстати С этого С Крыма Она ее Муж Вот И они Молодцы Муж Может Отремонтироваться Что угодно Все Какие-то Вопросы Проблемы Возникают Чем-то В общем У них Очень много Квартир Она Занимается Менеджмент Эти Квартир Они Строят Очень Большой Дом Вот Кажется Под Краснодаром Так что Я там Снимала Даже С ней Ездила Последнее У меня Есть Видео Про Адыгею Там Про Новую Адыгею Там Есть Я Показывала Какие Там Дома Квартиры Если Интересно Посмотрите Так Значит Спуском Работает Как я Сказала Это Индивидуально Есть Сайты На которых Можно Подавать Резюме Искать Есть Я Поняла Еще Муниципальные Сайты То есть Краснодаре Допустим Есть Какой-то Типа Центр Занятости Может И Там Сайты Резюме Но Мне Ничего Не Я Зарплату Поставила Высокую И Соответственно В Краснодаре Таких Зарплат Нет Или Я Не Нашла Вот Поэтому Работа На американскую Компанию Для Меня Вот Ну У меня Там Еще Еще Сдается Дача Airbnb В горах США Поэтому Доход Еще Оттуда Как бы Идет Смысл Оставления Счетов И прочего В Техасе Ну Вот Мы К этому Приходим То есть Опять Таки Надо Разговаривать Как бы Скайпе Тогда Я Задала Вопрос А Вы Оставляете Какую-нибудь Недвижимость Какое-нибудь Имущество В Техасе Если Вы Ничего Не Оставляете То Как Ну Ставьте Счет Открытый Как бы Если Хотите Деньги Оттуда Перевести Переводите Пусть Допустим Счет Будет Голый У вас Там Ничего На этом Счете Не будет Сейчас Вопрос Вывода Денег Мы Уже Обсуждали Еще Немножко До Этого Дойдем Но В принципе Счет Зачем Закрывать Будет Налогов Никаких То есть Допустим Вот Вы Продали Имущество Своё Вы Знаете Что 250 Что Да 250 Долларов Ну То есть Мы Купили Дом А Продаем Допустим На 300 Тысяч Долларов Дороже Чем Вы Купили За 200 Тысяч Продаете За Допустим 500 Тысяч Долларов У вас Есть Сумма Больше 250 То есть 250 Вообще Вы Не должны Платить Налог За 250 Тысяч Долларов Настается 50 Тысяч Доллар Доллар Должны Заплатить Но Вам Надо Сказать Сразу Что Ну Извините Мы Делали Ремонт Тут Отремонтировали Там Отремонтировали У меня Квитанция Паркет Какой Кухня То есть Вы Уже Отнимаете От этих 300 Тысяч Долларов 50 Тысяч И У вас Получается 250 То есть Соответственно Опять Вам Платить Не надо Деньги Вы Получили За Свою Проданную Недвижимость Что Продали Я Конечно Не тащить Сюда Ни Мебель Ничего Вот Кроме Как Если Вы Гражданство Российское Потеряли И Вы Едете По Программе Соединения Соединения Соотечественников Правительственной Программе И Вам Оплатят Допустим Контейнер То Контейнер Грузите Конечно Все подряд Вот Но Соплата Тоже Смотрите Сначала Должны Свою Счет Заплатить Я Не знаю Сколько Это Больше Стоит И Кто Повезет Это Контейнер Или Я бы Пока Не отправляла Или Поставьте Все Это В Ю Сторочь Какой Нибудь Поставьте Даллас Сво Барахло И пусть Там Полежит До Окончания Своя Думаю В конце Концов Закончится Все Эти Санкции Откроют Почтовые Все Дела Что Можно Будет Ездить Это Нереально Сейчас Сюда Посылать Из Америки Я Считаю Что Только Через Другую Тесла Вот Я На видео Показывала Много раз Эти машины Вы Посмотрите Мои Видео Там Шортах Есть Я Показываю Китайские Машины В России Классные Машины Я думаю Смысла Нет Умом Тащить Эти Машины Из Америки Продавайте Все Там И Мебель Продавайте И Одежду Одежда Здесь Куча И Она Здесь Достаточно Дешевая Гораздо Дешевле Чем Сша Ну Кроме Брендовых Там Если Только Хотите Там Чисто Гес Но Гес Здесь Наверное Будет Дороже Или Там Какие Там Американские Бренды Еще Даже Не Знала Не Помню Уже Кроме Гес Ничего Не Могу Вспомнить Зара Какая Нибудь Может Будет Дороже Полно Брендов Это Все Везется Из Китая В основном Есть Российские Бренды Скидки Я Купила 80% Скидка Была И В итоге Там Стоило Мне 35$ Одни Ботинки Кужаные Потом 60$ С утеплителем Кужаные На классной Подушве Модные И так далее Я уже Здесь Купила Больше Барахло Чем Я привезла С собой Поэтому Мне Уезжать Отсюда Нельзя У меня Слишком Много Вещей Обросла Вещами Так Значит Про счет Подробнее Сейчас расскажу Что Считаны Значит Продавать И Движимость И так далее Вам Счет Нужен Куда Вы Деньги Служите Собой Вы Возьмете Каждый Напонечай На 7000 Долларов Без Декларации Если Вы Не Тру Распихайте Больше Можно Распихать Я Лично Привезла По-моему Первый Раз 20 тысяч Сейчас Около 30 тысяч Привезла Просто Распихайте По разным Сумкам Никто Не Проверяет Декларацию Тоже Перестали Выдавать Раньше Выдавали В самолетах Декларацию Что Декларируете Сейчас Ее не Выдают Из США Ты Выезжаешь Тебя Тоже Никто Не Спрашивает Вывозите Или Нет Приезжаешь В Турцию Там Никто Не Спрашивает Приехал В Россию Тоже Никто Не Спрашивает Раньше Была Декларация Давали Декларацию Для нас Было Отметить Что Вы Допустим Везете Не Более Десяти Тысяч Долларов Сейчас Этого Нет Декларацию Не Выдают Ни На Турецкой Ни Американской Сторон Ни На Российской Поэтому Я Первый раз Ездила Посмотрела Что Никто Не Спрашивает Ну Почему Не Везти Больше То Я Не На Въезде Не На Выезде Я Два Раза Слетала Я Летала Весной Летом И Вот Сейчас Летала Я Уже В Октябре Не Знаю Может Я Что-то Нарушаю Но Меня Не Спрашивают Я Не Вру Меня Никто Никто Спрашивает Декларацию Никакую Не Подавали Никто Тебе Не Давал То Есть Раньше Было Сейчас Нет Не Знаю Как Хотите Ну Возьмите Побольше Денег Ну Конечно Сумму Вы Наверное Не Перевезете Хотя Есть История Что Люди Продали Квартиру У них Было 150 Тысяч Долларов Они Летели Через Майами В Россию Из Майами Вылетали Вот И Они Нашли Таможню Майами В аэропорту Нашли Таможню Наличными Набили Рюкзак Все 150 Тысяч Долларов Набили В рюкзак Самая Сложная Была У них Чао Найти Таможню Которую Нужно Было Декларировать Эти Деньги Потому Что Они Нигде Не Могли Найти В В В В В В В В Наличными Вот Поэтому Хотим Задекларировать И Вот И Им Пересчитали Эти Доллары Причем Они Не Пересчитали Там Каждую Купюру У них В Пачках По 10000 Банковской Вот Этой Вот В Дурточке Они Просто Так Вот Пачками Посчитали Вот По 10000 15 Пересчитали Договор Что Действительно Они Продали Дум И Что Эти Деньги Были Банка Банк Я Хочу Заранее Сказать Что Такую Сумму Вы Не Снимете Сразу То Чтобы Снять Такую Сумму Надо Побегать По Разным Отделениям Вы Придете В Одно Деление Вам Только 5000 Дадут А Втором Отделение Только Десять Неким Если Вам Посчастливится Кто-то Принес Сегодня Какой-то Бизнес Принес Выручку Могут Дать И Заранее Заботьтесь Что Не Фак Что Вы Сможете Потом Если Ваш Банк Я Снимала Велсфарга Если Ваш Банк Не Даст Вам Снять Вы Конечно Мужики Открыть Чего В Знала Давно Что Будет Проблема Я Сняла Деньги В Банка Давно У Меня Лежит Там Ровно Платить Коммунальные Услуги Какие-то Все То есть Я Папки Вытащила Уже Давно С Банков Американских Американских У них Кибератака А то Взрыв На солнце Магнитное Буря Вчера Полегла Вся Система Судовой Связи И Люди Не Оплатить Даже За Бензин Потому Что Компьютеры Не Работали Так Что Думайте Наличные Чтобы У вас Были Так Поиск Работы Сказала Смысл Наставления Счетов Прочих Секрасить Ну Вот Опять К К Ему Еще Не Разговорила Если Вы Все Свою Емущество Продадите Оставьте Просто Откройте Счет Мало Ли Вам Вдруг Придет Ну Оставьте Тысячу Долларов Штраф Вы Должны Оплатить Либо О Бумажка Там О том Что Вы Когда-то Проезжали По Платной Автотрассе И Вот Эти Тол Накопились И Вы Не Заплатили Где-то Тол Штраф Вам Какой-то Придет Ну Пусть Будет Этот Отчет На нем Будут Деньги Лежать Дальше Вопрос Как Деньги Перевести Допустим Даже Сто Сжат А Преусловие Что У вас Никакое Имущество Если У вас Имущество Как У меня То есть Допустим У меня Там Дача И мне Нужно Платить Во-первых Мне Платят За Аренду Этой Дачи На Мой Счет Во-вторых Я Из Этих Денег Плачу Борщицы Я Плачу За Электричество Там За Какие-то Работы Если Мне Что-то Нужно Там Может ТПС Контроль Или Что-то Такое Поэтому У меня Есть Счет Который Дебетный Я Не Закрываю И Вот Сейчас Я Нашла Работу Американская Компания Они В принципе Сказали Что Два Варианта Оплаты Либо Они Могут Платить На Пейпл Либо Они Могут Платить На Банковский Счет Но Я Думаю Что На Российский Банковский Счет Они Платить Не Будут У Остальных Проблем Нет Они Не Из России Украинцы Спокойно Будут Платить Туда Сюда И Пейпл Они Вещи С Без стороны Работает У нас Тоже Пейпл В России Закрыли У меня Вых Это Что Мне Будут Платиться Американский Счет А я Буду Вводить Все Это Дело В Россию Естественно Криптой Вариантов Других Нет По По Евросоюзу По Европе Нет Проблем Это Только С Американцами Не Факт Хотя Меня Убеждали Они Давали Мне Гарантию Когда Я Открывала Счет Что Проблем Не Будет С Этим Венгерским Утепи Банком И Переводите Мы Переводим Просто Придал деньги В Евро Никаких Проблем А Потом Через Неделю Они Эти Деньги Мне Назад Вернули Все В Америке Вот По Налогам Каким Смысл Налогам Опять Такие Если На Недвижимость То Сделайте Чтобы Вы Не Платили Налог Если Вы Будете Продавать Переводите Деньги В итоге Большую Часть Вы Переведете Через Криптовалюты То Начинаете Открывать Счет На Коинбейс Других Криптобирж Уже Техас Нет Бинанс Конкретно В Техасе В Калифорнии Закрыта Вообще Как бы В США Она Закрыта Но Есть Несколько Штатов Которых Вроде Как Она Еще Работает Бинанс Но В Техасе Она Конкретно Закрыта Вот Это Бинанс Была Основная Такая Биржа А остальные Биржи Американцам Давно Криптобиржи Уже Прикрутили В том Плани Что Криптобиржи Не хотели Связываться С Мы Боремся За Вашу Безопасность Деньги Не Выдают То есть У меня Уже Есть Человек Которому Мне Нужно На Криптовалюту Поменять А Они Выдадут Рублями По Курсу Но К сожалению 10 дней Надо Ждать Раньше Такого Никогда Не Было Как Только Ты Деньги Заводил Их Тут Можно Было Вводить И Лимит Они Снизили Если Раньше Был Лимит 11000 Долларов В Сутки Можно Было Заводить Сейчас Они Поставили 5000 Долларов В Сутки Но И И Их Нет То есть Они Говорят Что 5000 А На Самом Деле Сотня Тысячу Не 5000 Перевел То На Следующий День Они Могут И Вообще Ничего Не Дать Перевести Может Даже Неделю Ничего Нельзя Буд Перевести Как Им Стук Не В Вообще Непредсказуемо Сала Крипто Coinbase То Могут Тысячу Только Разрешить То Потом Ничего Долго 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 Ничего Не Разрешают Потом 5000 Разрешили Не Знаю Раньше Было 11000 Сутки Даже 15000 Сутки Можно Было Переводить Но 11 Четко Все Уже Как Бо И Этот Момент Может Навернуться Поэтому Говорится Поспешите Если Вам Деньги Переводить Иначе Я не знаю Чем Это Ну Еще Варианты Конечно Приехать В Турцию Все равно Будет Ехать Через Турцию Приехать В Турцию В Турции Есть Велосфарго Банк Наверное Там Есть Другие Банки Филиалы И Уже В Турции Допустим Забрать Эти Деньги С Велосфарго Открыть Счет В Турецком Банке Откроют Ли Вам Если Вы Не Гражданин Турции Я Не Знаю Но Есть Какое Приложение Народ Из Турции В Россию Переводит Деньги У меня Есть Знакомая Которая Там Учится Она Сказала Что Деньги Которые Зарабатывают Турцию Если Привезти В Россию Я Откроют Для России Паспорт Россия Попробуйте Так И так По моему У меня Знакомая Ей По моему Не Открыли Но Каким То Путем Через Приложение Контакта Ей Деньги Переводят Гражданина США Откроют Счет В Турецком Банке Вот И там Между Турцией И Россией Есть Варианты Либо Какая Нибудь Армения Может Казахстан Если Есть Представитель С вашего Банка Через Них Как-то Там Наручится Для меня Идеальный Вариант Это Криптовалюта Я Не Терял Вообще Ничего Перевод Стоит 4 Доллара 20-30 Тех Доллара Перевод 4 Доллара Стоит Перевод И я Получаю Здесь По Хорошему Курсу Не По Продаже И Покупке По Среднему То Намного Выгоднее И Выгодно Тому Человеку Который Меняет Вообще Без потери Я считаю Что Не теряю Ничего Так Оставление Счет Вот Надо Особенно Если Уже Остается И Вы Сразу Куда Вы Деньги Денете Если У Ваш Там Только Действ Каких Небудь Я Надеюсь Что Если Вы Долго Жили В США Что Накопили Заработали Может Даже Миллионером Стали Как Некоторые То Это Большие Суммы Их Так Просто Не Поменять На золото Серебро Закопать Там Где Небудь На кусочке Земли Если У вас Есть Своя Там Земля Если Вы Рубите Все Корни У вас Ничего Там Не Остается Ни Родственников Ни Семьи Ни Детей Ни 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 Никого Ни Ни Недвижимости Никакой Не Остается Все Равно Ваши Генди Будут Висеть Пока Вы Перевод На сбербанк Например Рублях В основном Меняют Руки Наличными А вы Уже Сами Идете И Депозируете В автомат Или В банк Положили Деньги Все Вот Они У вас На Рублевом Счету Так Что Еще Смысл Оставления Счетов И Прочее В Техасе Я сказала Что Советую Вам Все Продать Опять Так И Уже После Того Как Вы Съездите Может Быть Сначала В отпуск Я понимаю Что Вы Можете Сразу Ехать Если У вас Есть Родственники России То Да Я Не знаю Я бы Так Не рисковала Даже Мей Родственников Я Не была 20 лет Я Приехала Очень Все Сильно Изменилась В лучшую Сторону Надо Как-то Приехать Я думаю Все Равно Посмотреть Про Работу Тоже Если Вам Например Мне Можно Не Работать Я Заработала Достаточно Я Почему Мне Не Поработать Перевозчиком Каким Это Мне Будет Оплачивать Все Мои Расходы В России И Они Будут Тратить Свои Уже На Заработанные Ровно Запасики Да Мне Надо Будет Оттуда Тащить Так Дальше И Не надо Продавать Пока Эту Недвижимость Которая Пусть Постоит Мало Ли Там Что Случится Какой Нибудь Ядерный Изрыв У меня Дети Побегут Я Купила В горах На Случай Непонятный У нас Медведев Говорит Что Надо Фильм Смотреть Оппенхаймер Не Фильмы Смотреть Там Вчера Задали Интервью На Интервью Вопрос Какой Фильм Вы Хотели Вы Смотрели Или Нет Он Говорит Не Смотрите В небо Он Говорит Как Вы Относять К Фильм Он Говорит Ну Фильм Смешно Показывает Глупость Этих Там Элит Западных Но Я Советую Вам Смотреть Не Эти Фильмы А Фильм Оппенхаймер Понимайте Создатель Ядерной Бомбы Фильм Медведев Это Тот Фильм Который Актуально Смотреть У меня Похолодело Все Стали Дыбом Вот Поэтому Еще Это При Условии Что Он Летом Два Класса Возьмет Хотя Б Онлайн Или Придется Ходить Ему Вот Надеюсь Что Он В Мае Приедет Хотя На Месяц Сюда Навестит Меня Покажу Ему Тут Все Это Он Закончил Только Бакалавра А Потом Надеюсь Что Если На Мастера Захочет То В России Будет Доучиваться На Мастера Так Налоги При В США Вам Надо Платить Какие Последствия А То Что Вы Допустим Едете И Надо Декларировать Налоговую Декларацию Ежегодную Подавать Что Вы Не Работали И Не Зарабатывали Все То Это Как Который Подаем До 1 Апреля До 15 Апреля Подаем Подоходную Налог Декларацию Как Она Текст 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 Я Буду Подавать В Я Подам Чему Была Остальные Месяцы Что Я Не Работала А Следующий Год 24 Я Подам Ноль Дохода Ноль Работы Жила За Границей Не Работала Я Считаю Что Вам Не Надо Никому Рассказывать Где Вы Работали В России Сейчас У меня Вывезут Какие Нибудь Бухгалтера Наши Российские Будут Рад Что Никто Что Узна Никто Чем Знает Ничего Не Надо Если Будете Работать В России То Налог Вы Будете Платить В России На Свои Российские Все Зарплаты Объявляйте В США О том Что Вы Работаете В России Во-первых Наша Зарплата Для Ни Копейки Ни В Долларов В Год Допустим В Месяц В России Зарабатывать Это Очень Хорошая Зарплата В России За Год Это Вы Будете Малоимущим Считаться По-моему Кстати Декларировать В США Доходы Больше 100 Тысяч Долларов За Границей Заработаны Вообще Не Надо Уточните Но По-моему У меня Муж Работал Год Почти В Сингапуре Проводил Там Связи Нетворк Инженер До Этого В Дубае Где-то Полгода Был А Потом Его Посылали В Сингапур На У него Была Зарплата 100 Ты Не Декларируешь За Границей А Уже Больше 100 Тысяч Декларируешь Он Работал На Американскую Компанию Я Не помню Как Он Файл Это Все За Границей Работал Но Он Работал На Американскую Компанию Командировки Был Даже Не Парились Но Я Помню Когда Он Узнавал На Эту Тему Он Сказал Что Если Он Работал За Границей На Заграничную Компанию Не На Американскую Тогда Считалось Что Он Работал За Границей И Что Там Со 100 Тысяч Долларов Было Что Если Больше 100 Тысяч Долларов Тогда Надо Было Декларировать Что Больше 100 Тысяч Долларов А 100 Тысяч Долларов Не Облагалось Ну В Америке Я Подам 2024 Год Что Я Не Работала Все Это В Америке Не Было Я В Америке Не Работала В России Тоже Не Работала У Росстанников Живу Бомжую Может Быть Подавать Я Ничего Не Буду В Америке Что Я Америка Америки Пофе Во Вторых Они Сейчас За такие Суммы Даже Не В пальцы Не Шевельнут Если Там Было Под Миллионы Долларов Тогда Их Заинтересовало Сколько Вы Там Зарабатывали А Наши Копейки Никому Не Интересуют Это Слишком Маленькая Сумма Чтобы За Это Переживать Вот Я Думаю Что Я Этим Моментом Ответила На Все Ваши Вопросы Если Не Платили В Налоги Люди Вы Вывезли 150 Тысяч Дон Расказали Мы Продали Квартиру Вот Документ Что Мы Продали Точнее Дом В США А Вот Бумажки Из Банка Что Те Деньги Из Банка Сняты Пересчитали Все А они Купили Рюкзачок Такой Нужен Не Провязали Защитный Рюкзачок Нужен Непронизаемый Они Те Они Чтобы Не Прорезали Ножом Допустим Они Купили Рюкзак Который С Титановыми Нитями Чтобы Допустим Если Он На Свине Висел То Никто Б Его Прорезать Не Смог Чтобы Эти Деньги Вытащить Соответственно В самолете Прорежет Или В аэропорту И Они Побегут С Впереди Они Сзади Эти Деньги Весели В рюкзаке Что Вы Действительно Не Видите Кто 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 Знает Что Вы Везет Эти Деньги Никто Вот Ну И Через Наверное Сто Тысяч Не Меньше В Этом В Этом же Доме Вот Я Вывозила Меня На Таможне Домодедова Спросили У вас Есть Деньги Больше Десяти Тысяч Долларов Я Говорю Да У У Ни Тридцать Тысяч Покажите Я Показала Они Были В Долларах Где Вы Взяли Я Продала Квартиру Вот Договор На Продаже Квартиры Вы Банки Взяли Я Говорю Да Покажите Банка Бумажку Банка Что Деньги Были Ты Банки Показала Счастливого Пути Никаких Проблем Не Было Мне И Вы Ехать А Когда Я Приехала В Тридцать Летел Может Тоже Через Турцию Но Он По-моему Москву Летел И Он Сказал Что Он На Таможне Мужественно Пытался Додекларировать Какие-то Деньги У него Тоже Было Больше Десяти Тысяч Долларов Собой Он Искал Кому Кому Эти Деньги Показать Или Сказать Что Я Не Спрашивали Откуда Эти Деньги Из Эти Бумажки Справки Какие-нибудь Ничего Не Спрашивали Ну Не Знаю На Все Я Ответила Или Что Я Еще Не Осветила Ребята По-моему Уже Все Осветила Не Забудьте Смотреть На Моем Канале Предыдущее Видео Где Было Подробнее Рассказано Про Перевод Денег Про Криптобиржи Про Работу Про Перелет Как Получать Чемоданы В Турции Про Как Я Таможню Проходила Все Вот Или Тут Или Тут Будет Линки Даны Ну На Канале Посмотрите Я Не пойму Кто Подписан Я Смотрю У меня Подписчики Растут У меня Дело Приближается Десяти Тысячам Подписчиков Я Не пойму Кто Эти Люди Кто Подписывается Я Думала Что Смотреть Будет Только Как Ребята Из Америки Которые Сидят В Америке И Собираются Возвращаться Откуда Десять Тысяч Человек Зялось Или Это Банда Бабичок Подписалась Причем Просмотров У меня Практически Нет То есть Там Смотрят Буквально Двести Тристо Человек У меня Просмотров Только Пару Видео Завирусилось У меня Больше Двух Миллионов Просмотров Шортов Из Краснодара Завирусились На ровном месте Сняла 30 секунд Ни о чем И пошло У меня Какая-то Дикая волна На это Конкретное Видео Что столько Миллионов Просмотров А все Встальное У меня Очень маленькое Количество Просмотров Тем не менее Подписчики Растут Быстрее Чем У меня Просмотры Я не знаю Либо у меня Канал Шадо Шадо Бен То есть В тени Алгоритмы Его не проталкивают То что у меня Таги стоят Там Нелегалы Мигранты Кризис Там В США Граница Какие-то такие слова Которые Наверное Не нравятся Ютубу Он меня банит Вот По-другому Я даже не знаю То есть В очки Десят тысяч Подписчиков У меня Какие-то Копеечные Просмотры Кроме Пару Миллионных Просмотров Видео Кому Это Может Никому Не интересно Что я Рассказываю Или Люди Не собираются Ехать У нас В Россию США Которые Я думала Смотрят Ничего Не понимаю То есть У людей У других Например Там Две тысячи Подписчиков И там Пятнадцать Тысяч Просмотров У меня Десят тысяч Подписчиков И там Пятнадцать Просмотров Я ничего Не поняла Как это Работает Вот Ну все Ребята Если На все Ропрос Ответила Задавайте Алекс И Брусника С форума Извините Что не ответила Вам лично На самом деле Сейчас Просто Очень занято Время Это Все С этими Экзамены Которые На Переводчика Я сдавала Вообще Готовилась Очень сильно Всю неделю Чтобы сдать Вот Медицинская Тема Я как бы Мало знала Терминологии Такой медицинской Там еще много Латыни В общем Пришлось Посидеть Попотеть Поэтому я И видео Мало Упускала Я одно Время Перестала Упускать Думаю Не буду Даже Упускать Буду Заниматься Работой Учебой Смотрю У меня Тысячу Подписчиков Почки За неделю Подписалась Я думаю Люди Подписываются Надо Что-то Упускать Раз Люди Подписываются Думала Никто Подписываться Не будет Не знаю Кто эти люди Но всем Спасибо Что вы Подписываетесь Люблю Всех Кто подписан Поддерживает Спасибо Мы всех Обожаем До связи Пока Пока Редактор Продолжение следует